Татьяна Юрьевна Семеглазова, Андрей Владимирович Гнездилов, Диана Владимировна, главный специалист, мы уже с ней знакомы, отец Алексий, сейчас, да, так, кого забыла, а еще Николай Петрович, Николай Петрович, здравствуйте, к нам поближе, и София Вазонисовна. Да, как раз у нас хватает всем. И, конечно, первое приветствие, наверное, все-таки мы предоставим слово нашим ведущим специалистам клиники или Министерства здравоохранения. С кого начнем? Да. Тогда, Диана Владимировна, вам первое слово. Вы наш, как вожак стаи, мы до вас большие надежды возлагаем, и поэтому прошу, вопросы какие будут, Диана? Еще раз здравствуйте, дорогие коллеги, уважаемые коллеги. Огромное спасибо, что вы в зале, и огромное спасибо в зале присутствующим, который вот находится на сцене, такой предполагаемой сцене. И мы с Зуанисовной обсуждали, с Татьяной Юрьевной просили разрешения именно в таком формате побеседовать, поговорить сегодня. Вот просто поговорить, поговорить о том, как мы, люди, занимающиеся пациентами, онкологическими больными, встречающиеся с этими пациентами, как мы видим, как им вообще живется. Вопрос именно про качество жизни. Вот у нас была первая половина дня секция, посвященная вообще вопросам палеоативной помощи и качества жизни палеоативных пациентов. Вот сейчас, если можно, вот буквально у нас полтора часа, да, Зуанисовна? У нас максимум полтора часа, максимум. И по несколько слов, каждый из вас в вашей работе, в вашей деятельности, что для вас качество жизни пациента, и что тут понятно, какие есть сложности, и вот как вы это видите. Вот давайте попробуем, это вот такая вот новая история, да, совершенно революционная немножечко, да, давайте попробуем, а вот про качество жизни неизлечимо больного, онкологического пациента. Ну, это прежде всего клиницисты, которые решают вопрос. И мы уже с вами говорили, что палеоативная медицина – это не только сопровождение больного в соматическом плане, но это прежде всего психологическая, духовная и социальная поддержка. Все эти аспекты – это ничего нового, мы не говорим, когда мы говорим о палеоативной медицине, ничего нового от медицины мы не говорим. Это и гуманное отношение к больному, это и добросердечие, это и сострадание, это и работа в команде, это и интерес самого общества к данной проблеме. И то, что этот интерес появился в нашей стране, заслуга, в общем-то, первых хосписов, которые организовались в нашей стране. Это Москва, Петербург были родоначальниками этого движения, потом Псков очень быстро к нам подсоединился. То есть масса городов, которые поняли, что без палеоативной медицины, без помощи больным, которые находятся на последнем жизненном пути, обойтись практически невозможно. И эта помощь должна быть всеобъемлющей. И решение только в команде. И поэтому перед вами и организаторы здравоохранения, и руководители ведущих наших учебных и лечебных учреждений. То есть мы работаем в большой группе. И Санкт-Петербург и Москва имеют тот потенциал, когда эту помощь можно объединить. И самое главное, самое главное на сегодняшний день в связи со стоящими проблемами перед нами, специалистами, которые уже работают в палеоативной медицине. Это прежде всего образовательные программы. Это подготовка специалистов. Потому что специалист палеоативной медицины подготовить за 144 часа невозможно. Это должны пройти годы. Это должно быть какое-то внутреннее отношение самого сотрудника, который придет в нашу палеоативную медицину работать. То есть он должен быть наполнен жизнью, наполнен жизненным содержанием, быть сострадателен, гуманен. То есть чистый отбор идет для работы. И мы каждого первого, кто к нам приходит на порог и просится на работу, мы каждого первого не берем. Потому что специфика работы и отношение к пациенту. Да, бывают сложные ситуации. Бывают сложные ситуации с родственниками, с самими пациентами. Кстати, с пациентами меньше, а сложнее, чем с родственниками. И у нас очень большая надежда на то, что все-таки наши ведущие медицинские учреждения, такие как научно-исследовательский институт онкологии, где возможно создание базы для исследовательской работы, подготовки специалистов, применения новых методиков. Тем более, что институт располагает возможностью и паллиативной химиотерапии, и паллиативно-лучевой терапии, и паллиативной гормонотерапии. То есть без ученых нам эту проблему не сдвинуть. И то, что существует внимание к этой проблеме в стране, это наше счастье. И я надеюсь, что специалисты, которые работают, будут иметь за своей спиной поддерживающую руку, помощь. И мы очень надеемся на помощь наших специалистов, которые вообще работают в медицине. Алексей Михайлович, можно вам предоставить слово? Алексей Михайлович, директор института онкологии МИПТРО, профессор. Спасибо большое за то, что предоставили возможность. Дорогие друзья, на каком-то этапе своей жизни я очень тесно столкнулся с такой категорией пациентов, когда руководил отделением неотложной помощи онкологических больных вне системы онкологии. Это обычный институт скорой помощи. И туда в силу обстоятельств попадали как раз больные, которые находились уже на том этапе, что онкологические учреждения от них отказались. Они лечились дома и попадали в стационары к врачам общего профиля, к хирургам, терапевтам, тогда, когда возникала неотложная ситуация. И вот это горе родственников, горе пациентов, с ним постоянно приходилось сталкиваться и задумываться, как им помочь. Создавалась такая большая группа пациентов. И понимая, что в этой ситуации что нужно было в то время, в то время, прежде всего, наверное, я согласен с Зоей Нисимановной, нужно, чтобы люди были нормальные. Вот человеческое отношение – это первое. Второе – квалификация медицинская нормальная, чтобы помочь, потому что здесь разносторонняя помощь нужна была. И питание, и интенсивная какая-то терапия, возможно, хирургическое вмешательство. Но вот сейчас, находясь на уровне руководителя учреждения, я к этой задаче подхожу по-другому. Конечно, не задача учреждения третьего уровня научно-исследовательского института заниматься вопросами пациентов, которые находятся на четвертой стадии заболевания. И понятно, что тут исход решен. Формально не задача. Мало того, источников финансирования там нет. Ну, учреждение заточено на высокотехнологическую помощь. Это, как правило, радикальные методы лечения, либо с высокой эффективностью. Но, с другой стороны, я понимаю, что мало человеческого отношения, мало общих знаний. Нужны какие-то специальные знания. И сейчас мы ощущаем, что не хватает специалистов, потому что должны быть какие-то рекомендации сообщества, должны быть стандарты. Нужно потом, если мы оказываем этим пациентам помощь, нужно как-то проверить, а насколько мы качественны. А для этого есть стандарты, есть оценка качества. То есть вот эти вопросы совсем не отработаны. И я понимаю, что задача научно-исследовательского учреждения, как учреждение верхнего уровня, методическое. Организовать научное исследование. Организовать этот процесс и организовать образование, повышение квалификации специалистов. Поэтому мы в последние годы уделяем внимание этому вопросу. Хотя понимаем, что сделано очень мало в целом у нас в стране и предстоит очень много. Прежде всего, наверное, развитие ассоциаций, как таковой ассоциаций специалистов, оказывающих помощь пациентам, которые оказались уже за чертой интересов, профессиональных интересов онкологов. Когда онкологи видят, что они фактически помочь не могут, то как бы это уже не наш. Ну, покой, родственники, ну и, может быть, какие-то... Но этого мало. Поэтому задача социального общества, а мы себя позиционируем, что мы общество социальное, мы должны иметь в руках какие-то программы помощи, какие-то стандарты, подготовка специалистов. Вот я так вижу свою задачу. Спасибо. Есть ли вопросы к Алексею Михайловичу? Ну, что можно? Елена Николаевна, вот по поводу научных исследований. Вообще-то, нам осталось, что в России серьезные исследования проводят... Что в России проводятся серьезные исследования по проблемам боли, ну и других исследований. Вот когда выезжаешь куда-нибудь на конгресс международный, там очень много по всем областям палиативной помощи. А вот у нас чего-то с этим делом на уровне только практической медицины. А научной основы практически нет, наверное. Я не знаю, по крайней мере. Почему? Дело в том, что вы имеете научное изыскание? Именно да. Или на этапе... Ну, я не готов сейчас вам ответить, насколько вот соответствует уровень, например, в нашем учреждении тем научным изысканиям. Но я могу сказать, что у нас организован центр, он такой функциональный центр боли для онкологических больных, куда входят и анестезиологи, и психологи. А вот обзоры, вот глубину исследований у нас в России, я, к сожалению, не знаком с этой проблемой. Может, Диана Владимировна поделиться? Да, Диана Владимировна, будьте добры. Я хочу сказать, Алексей Михайлович, огромное вам спасибо. Я вот в первую половину дня об этом говорила. У нас несколько университетов, только несколько центров онкологических, которые занимаются палеотивной помощью. И в вашем центре действительно работают специалисты, которые и обучены по палеотивной помощи, и пациентов видят, и пациентские школы ведутся. И в вашей организации и знают, куда дальше идти. Разговор о больших группах, о больших исследованиях, о том, что действительно нет стандартов даже оценки, оценки тягостных симптомов. И как про качество жизни. Мне хочется вернуться в эту тему, потому что что такое качество жизни? Оно ведь для каждого разное. А вот одному качество жизни – это по грибы пойти и из леса не вылезать. А вот в лес, если я не попаду, уже качества жизни никакого. А другой в лес-то и не ходит никогда. Он боится клещей, я не знаю, в июне. Поэтому вот что такое качество жизни? Имеем ли мы право вообще его оценивать? Вот вопрос. У меня было так много раз с пациентами, когда я говорю, ну, чего вы плачете? Вы еще все можете. Да нет, я уже этого не могу. А плачу уже пять лет, когда диагноз только поставили. Я уже пять лет плачу. Каково качество жизни этих пять лет? То есть важна и функциональная активность, и медицинское сопровождение, и важен внутренний личностный покой, и межличностный покой, и духовность. И вот это все, когда все это где-то в одной точке, вот пазлы эти сложились, вот тогда, наверное, у каждого из нас душевный покой. Есть шкалы, которые отражают качество жизни. Если мы в этом зале сейчас пустим эти шкалы, то большое качество жизни мы дадим мало. И вообще есть исследования, которые говорят о том, что если мы, вот пациент, его родственник, и мы, как доктор, проведем оценку качества жизни. Самую плохую оценку качества жизни дает медик этому пациенту. А пациент свое качество жизни оценивает лучше всего, посредник ему дает родственник. То есть качество жизни – это не только про пациентов, не только про умирающих пациентов. Поэтому вот я снова возвращаюсь к качеству жизни. Спасибо. Спасибо большое, глубоко уважаемые коллеги, за приглашение принять в столь важном круглом столе. И мне бы, как руководителю отдела терапевтической онкологии и реабилитации, хотела бы сказать, что на самом деле качество жизни – это тот критерий, с помощью которого мы действительно можем оценить то, как пациент себя ощущает. То есть его возможность любить членов своей семьи, ходить в театр, в кино, работать, читать любимые книги. Ведь при одной и той же болезни, при неэффективном контролировании болевого синдрома, один пациент будет лежать в постели, и жизнь ему будет немила, а другой пациент при всем при этом сможет так или иначе чувствовать себя достаточно уверенным, чтобы оказать максимум внимания своей семьи и быть в этот момент счастливым. То, что вы затронули вопросы о научных исследованиях, они действительно проводятся. И эти исследования проводятся благодаря так называемым опросникам качества жизни. Под каждую нозологию, будь то рак молочной железы, рак легкого, опухоли женской репродуктивной системы, под каждую буквально нозологию разработан тот или иной опросник с учетом определенной шкалы симптомов, которые наиболее характерны. И пациент сам оценивает динамику своего состояния на протяжении всего определенного промежутка, предположим, на фоне назначения какого-либо препарата. То есть перед началом назначения этого препарата, в процессе и по окончании. Ведь то, что действительно Диана Владимировна сказала, то, что оценивают врачи, врачи видят побочные эффекты и думают, что побочные эффекты – это есть качество жизни. А сами пациенты воспринимают по-другому. Это функциональная составляющая, это духовная, физическая и социальная. То есть как действительно можно измерить те эмоции, те чувства, которые испытывает пациент в определенной промежутке своей жизни. И именно проблема качества жизни, ранняя интеграция, консультация. Вот мы затрагивали сегодня, Диана Владимировна блестящую лекцию прочитала. Я думаю, в своей лекции она прониклась в душу каждого. Потому что с той энергией и силой и самоотверженностью, которая циркулирует по всей нашей стране. И вот буквально завтра она уже будет проводить круглый стол, по-моему, в Крыму. И это, конечно, достойно всяческого уважения. Ведь в своей лекции сегодня она рассказала, как увеличилось количество коек палеотивных. Соответственно, появились службы на дому, которые оказывают помощь пациентам. То есть, конечно, значимость, качество жизни и решение этой проблемы как можно раньше крайне важно. И вот Алексей Михайлович, буквально два года назад подняв эту проблему, именно ранней реабилитации, когда пациентам на этапе постановки диагноза работает психолог, психотерапевт. В институте у нас два психотерапевта, четыре психолога. Конечно, хотелось бы усовершенствовать. Разработаны специальные шкалы, градусники, где пациент только когда он приходит в институт, соответственно, заполняет этот градусник, и психолог видит, что этот пациент уже нуждается в консультации. Более того, соответственно, большой плюс, и Алексей Михайлович всячески поддерживает, и мы транслируем, это те медико-социальные реабилитации школ пациентов, где пациентам рассказывают о правильном питании, рассказывают о том, как себя вести, какой образ жизни, как справиться с теми или иными симптомами на фоне проводимой химиотерапии. Поэтому на самом деле качество жизни для пациента в четвертой стадии, пожалуй, это даже большая значимость, чем, конечно, пациент хочет жить долго, но он при этом хочет жить хорошо, и он хочет знать, как ему прожить это время хорошо. Поэтому вот то, что Алексей Михайлович и Диану Владимирович затронули, действительно, нам в своей работе, вот на рабочем столе не хватает инструкции, где четко было бы прописано, что пациент при кохексии или при появлении симптомов похудания, мы видим, что пациент теряет весе, нужно назначать такие, соответственно, такие-то препараты, такие-то критерии оценки, с помощью которых мы могли бы контролировать качество оказания помощи. И вот эта вот проблема, конечно, качества жизни, настолько она актуальна, и вся сопроводительная терапия, она оценивается с помощью именно опросников качества жизни. А может, Алексей Михайлович, мне вот с предложением, а может быть нам в городе создать координационный совет? Ведь у нас есть институт, занимающийся проблемами питания, у нас есть специалисты-неврологи, потому что палиативная медицина – это не только онкология. Может быть, действительно, имея такой потенциал, и все-таки мы близко очень стоим друг к другу, у нас, ну, как-то мы тесно знаем друг друга, общаемся довольно часто. Может, нам в городе создать такой координационный совет, Алексей Михайлович, чтобы собрать всех ведущих специалистов, разработать программу, потому что вот эти стандарты, вот эти пожелания тоже кто-то должен делать. А кроме ведущих специалистов, которые занимаются наукой, которые занимаются статистикой, у вас же прекрасный оргметодотдел, у вас Вахтанг Михайлович Миробишвили, которые могли бы дать не только совет, но действительно посчитать, сколько людей нуждаются в этой помощи. Если вы поддержите, мы выйдем на правительство с этим предложением, на комитет по здравоохранению. Вы знаете, я всячески поддерживаю подобные начинания, но все зависит, конечно, от людей. Вот от людей, которые в нашем учреждении, которые, вы говорите, в институте неврологии и так далее. Вот если мы найдем таких людей, все это заработает. А вот тогда давайте собираться и обсуждать. Потому что если мы пытаемся, когда, ну, это обычная практика, начинаешь что-то изобретать и идею навязывать. С Москвой, да. Если Диана Владимировна не возражает, давайте мы поработаем. Но координационный совет, наверное, хотя сейчас время информационных технологий таково, что нам не обязательно собираться, мы можем это все обсуждать. Это интерактив, обсуждать проблемы. Результатом этого обсуждения будут рождаться какие-то решения, какие-то рекомендации. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, что, Николай Петрович, вы к нам приехали, что мы с вами знакомимся. Это председатель Исполнительного комитета Межрегионального общественного движения, движения против рака, член Общественного совета и Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Спасибо большое, что вы с нами. Спасибо. Я тут, к счастью, сегодня не один, да, с коллегами, и в том числе, так сказать, и другие пациентские организации присутствуют. Рад увидеть здесь коллег, в том числе, по пациентскому совету. Но почему мы сегодня тему эту обсуждаем? Тема, ну, так получилось, что востребованность полиативной помощи в текущий период и далее она будет повышаться. И не случайно, Диана Владимировна сказала, что увеличилось количество коллег, ведь они не простаивают, заметьте. Мы сейчас не говорим о причинах, почему это происходит, да, потому что, к сожалению, мы фиксируем последние полтора года снижение доступности отдельных сегментов в части терапии, онкологических заболеваний в ряде регионов, включая город Москву. Неэффективность управленческих решений в этой сфере привела уже практически к катастрофическим последствиям. Но речь сегодня не об этом. Мы об этом поговорим, наверное, на следующей неделе в соответствующих, так сказать, кабинетах и коридорах. Вот. А сейчас мы говорим о том, что для тех людей, которые оказались, так сказать, в отношении которых методы лечения исчерпаны. И действительно, это возможно при любом диагнозе. Человек смертен сам по себе. И вот возможность создания очень достойных условий, я не люблю слово смерть, да ухода человека из жизни, это крайне актуальный вопрос. И для пациентов всегда важно, чтобы ему в какой-то доверительной, душевной форме объяснили, что ведь у нас почему многие проблемы возникают. И сегодня многие об этом, так сказать, упоминали, там, и в скользко, и прямо. И замечательный был доклад у Маргариты Валерьевны по многим аспектам психологическим. Потому что для пациентов важно знать информацию и прогноз развития заболевания. Есть люди, которые, конечно, оказавшись тяжелой психоэмоциональной ситуацией, не готовы слышать некоторые вещи или не слышат их. Вот. Но тем не менее, для человека важно и, в первую очередь, для душевного спокойствия и для родственников. Но я это точно знаю, как бы, понимать, собственно, чего ожидать от этой ситуации, к чему готовиться. И всегда, как бы, тут определенное облегчение наступает, когда ты получаешь достоверную информацию. Ну вот, поэтому серьезным здесь аспектом является психологическая составляющая. Но, опять-таки, поскольку паллиативная помощь, по сути дела, мы сейчас не можем, так сказать, ретроспективу никакую брать с 2012 года, по факту, да, получила свой легальный статус. Тем не менее, несмотря на приведенные сегодня здесь порядки, как бы, работы очень много еще. Потому что мы говорили в прошлом году, я поднимали этот вопрос, что действительно отсутствует достоверный учет лиц, нуждающихся в этом виде помощи. Мы не можем сейчас сказать, какой действительно объем людей нуждается в получении паллиативной помощи. Как они учтены и какого вида эта помощь, да, выезд абулаторный или это действительно, так сказать, госпитализация в хосписы. К сожалению, насколько я понимаю, насколько мне известно, может быть, я могу ошибаться, вы меня поправьте, но отсутствуют какие-либо стандарты медицинской помощи по данному профилю, а потому что никто не торопится, поскольку система обязательного медицинского страхования не охватывает этот вид медицинской помощи. Мы все с вами знаем, хотя он входит в систему государственных гарантий и покрывается региональным бюджетом. У нас есть проблемы, связанные с таким неотъемлемым элементом поддержания достойного, так сказать, качества жизни при уходе человека в мир иной, как обезболивающий препарат. И несмотря на последние усилия, да, как бы эта проблема до конца не решена, потому что есть, мы знаем много людей, которые приезжают в столичные регионы, в ведущие клиники, лечатся здесь, пытаются получить, так сказать, лечение, может быть, зачастую как бы на местах им тоже не могут внятно объяснить, так сказать, в глаза сказать, что, к сожалению, возможности современной медицины в отношении вас исчерпаны, да, и эти люди оказываются не в своем месте жительства, не могут по простым вот таким организационным вопросам получить помощь, в результате чего надо звонить на горячую линию президенту, да, обязательно, хотя в отношении того конкретного случая было сделано все возможно и невозможное, да, и мы с Дианом Владимировым точно знаем, как бы, можно было и не звонить, по моему мнению, тем не менее, значит, все равно эта проблема, она актуализировалась, но самое главное, конечно, для пациента это удобство и понимание, так сказать, осознание того, что он не оказывается брошенным, да, потому что очень многие люди, буквально у меня вчера был звонок перед выездом, мы уже там в 7 вечера, ну, понятно, пациент терминальный, 9-й десяток, вот, лечили от одного, как обычно, потом, так сказать, при хирургическом мероприятии стало понятно, что там опухоль, так сказать, является причиной всего, да, и понятно, что никто не берется, и родственники, они позвонили с вопросом, а нам куда бежать, что делать, потому что человек сейчас выпишет из больницы, ну, абсолютно правильно, как бы, с точки зрения всех стандартов и клинических рекомендаций, врачи исчерпали возможность оказать медицинскую помощь, кроме паллиативной, этому человеку, но с другой стороны, мы понимаем, что у нас механизм маршрутизации до конца не работает, я им объяснил, куда надо позвонить, как поступить, и обязательно, так сказать, обратиться к терапевту, получить направление, вот эти вот вопросы, вот, они тоже создают определенный дискомфорт, к сожалению, здесь огромный, так сказать, еще полост работы, и мы понимаем, что те ресурсы, которые есть, они не позволят выполнить эту работу в кратчайшие сроки, с этим тоже придется смириться, на работу это надо будет делать, вот, то есть, совершенствовать процессы, действительно, создавать более удобные механизмы и алгоритмы попадания нуждающихся в паллиативной помощи пациентов в добрые и заботливые руки тех компетентных медицинских работников, которые могут оказать эту паллиативную помощь. Ну, кстати говоря, у нас существуют определенные проблемы и такие же в специализированной помощи, потому что по своей, так сказать, ну, наверное, глобальной природе паллиативная помощь, это тоже разновидно специализированной помощи, по факту, должна была бы быть, да, но поскольку это определенный этап, все-таки, поэтому, видимо, выделил законодатель в отдельный вид. Но мы знаем, как тяжело иногда нашим пациентам, которым поставлен диагноз злокачественное новообразование, так сказать, добраться от врача, скажем, обычной практики до онколога, или сколько приходится людям посещать, так сказать, с явно выраженными симптомами, вот, и пока они попадут к врачу-узкому специалисту, тоже проходит драгоценное время. Поэтому, вот, наверное, сейчас здесь должны быть сосредоточены усилия, и я не знаю, там, насколько правильно создать координационные советы, я уже просто сбился, так сказать, с числа этих советов, всяких разных, у нас страна советов давно уже, как бы, но я считаю, что должны быть, как бы, активные люди такие, которые идут впереди этого процесса, который возглавляет соответствующую работу. Очень, кстати, важную тему затронул Алексей Михайлович, действительно, на текущий момент у нас нет, скажем так, профильного федерального учреждения, которое бы проводил научно-исследовательскую работу именно по данному виду медицинской помощи. И здесь, как бы, требовать каких-то, так сказать, действий, допустим, там, от Института онкологии имени Петрова или там от онкологического научного центра имени Блохина в этом направлении, на мой взгляд, ну, несправедливо и неуместно, потому что это не их профиль. Да, понятно, что исторически сложилось так, что у нас палиативная помощь, она являлась когда-то элементом онкологической помощи, и все это было в порядках. Кстати, порядки привели, наверное, нет, все-таки 915-й не привели. Я говорил два года над тем, в ВОЗ и ныне у нас в онкологическом порядке есть разделы, посвященные оказать палиативной помощи. Это называется, так сказать, не будем сейчас доктринальные юридические вопросы обсуждать, но это неправильно, когда два документа регулируют один вид медицинской помощи. Тем не менее, это к вопросу о том, что большую работу предстоит проделать, в том числе по вопросу маршрутизации и создания нормативных документов. И, безусловно, конечно, сейчас уже, наверное, можно вести определенную научно-исследовательскую работу для того, чтобы измерять качество этой помощи в какой-то мере. Не качество в смысле о том, как мы говорим о качестве медицинской помощи, то есть соответствует действию, допустим, персонала стандартам или нет. Но мы говорим о том, как можно добавить более удобных каких-то форм, посмотреть, какие еще могут быть методы и способы организации паллиативной помощи. Действительно, для пациента, я вам честно могу сказать, что для родственников иногда, конечно, хочется сказать, положить бы недельку на две в хоспис, но подавляющее большинство людей предпочитают уходить в спокойной обстановке в кругу близких своих. И для близких это тоже максимально удобно. Если можно, конечно, говорить в такой ситуации об удобстве, условно, понятно. Поэтому работа достаточно большая предстоит. Мы со своей стороны, как пациентское сообщество, проводим. Информационно-разъяснительную работу. Но здесь работы с силами общественных организаций, у которых абсолютно отсутствуют какие-либо материальные ресурсы для серьезной такой работы, потому что нам с трудом приходится практически на энтузиазме последние годы. Но такая информационно-просветительская работа, она должна проводиться с пациентами, чтобы они были уверены, что если человеку нельзя помочь терапевтическими методами, то это не значит, что нельзя вылечить. То это не значит, что он будет брошен на произвол судьбы, и он будет умирать в муках. А я вам могу сказать, что это зрелище не из приятных. Доводилось видеть, когда особенно это долго продолжается, и отсутствуют всякие разные способы обезболивания, и когда еще не у всех имеется стабильное оружие по причине определенного статуса, то, конечно, тяжело это терпеть. Поэтому работа предстоит большая, но уже хорошо то, что она делается, и что эта тема вышла на соответствующий уровень, и она была замечена на самом высоком уровне. Но, к сожалению, ценой определенных жизней, в плане, кстати говоря, поддержания определенного психологического состояния пациентов, я искренне считаю, что, конечно, все те случаи, наверное, не надо было так сильно раздувать в СМИ, потому что у нас, если мы говорим за пределами онкологической помощи, есть еще психиатрическое, там вообще, насколько я понимаю, есть много проблем, и психоэмоциональное состояние населения, особенно людей, которые сталкиваются с тяжелыми жизненными ситуациями, это не способствует формированию у наших пациентов, я бы сказал так, приверженности к медицинским назначениям, и к следованию того, что говорит врач. А люди могут неправильно понять такие сюжеты, и, честно говоря, в этом плане тоже, как бы, это большой сегмент разъяснительной работы, и, наверное, популяризация подобного рода решения проблем. Но эти жертвы, они были не напрасными, к счастью, поэтому будем надеяться, что процедура, так сказать, процесс и не только становления, но и развитие палеоативной помощи будет продолжаться в плане повышения ее доступности и комфорта для пациентов. Спасибо большое, Николай Петрович. Можно я несколько слов скажу по поводу вопроса, вот обращенного научной составляющей по палеоативной помощи? Дело в том, что, ну, хотелось бы вот предоставить слово Алле Алексеевне Рязанкиной, она сейчас рядом со мной сидит. Человек, который имеет... Часто и чаще всего, когда мы говорим о палеоативной помощи, встает проблема боли. И вот вы сейчас поднимали, это неизбежная составляющая, с которой трудно бороться в силу и наших юридических составляющих, и так далее, и так далее. Вот у нас в институте этой проблемой занимается такая... Вот Алла Алексеевна, в частности, с созданием рекомендаций. Через неделю она защищает диссертацию на тему помощи, палеоативной помощи. Можно дополнить ее к тому, что мы сейчас обсуждали? — Знаете, я хотела сказать, Нина, особенно вот вам ответить на вопрос. То есть, первое, не существует какой-то методологии, да, то есть не существует каких-то алгоритмов, да, четких, вот чтобы доктор подходил к пациенту и понимал, что ему делать. Поэтому, знаете, мы вне онкологии начали вот весь этот год, мы занимались синдромом слабости. То есть сегодня я делала доклад вот по этому поводу. То есть мы проводили доказательную медицину, то есть мы взяли определенную группу пациентов, мы проводили полностью исследования по опросникам, качество жизни, утомляемости и прочее, да. Мы проводили по субъективизации исследования, то есть мы проводили кистевую динамитрию. То есть мы взяли синдром слабости. Знаете, потому что можно говорить о кахексии, можно говорить о боли, а мы взяли очень конкретно для того, чтобы потом очень конкретно, и сегодня тоже было показано, очень конкретные пошаговые действия для того, чтобы разобраться с этим синдромом. Потому что тот же терапевт, подходя к пациенту, что вас беспокоит слабость, а что с ней делать с этой слабостью. Поэтому не онкологией, вот целый год мы этим занимались, поэтому вот сегодня было предоставлено четкое пошаговое действие для того, чтобы это была доказательная медицина. Поэтому я сегодня и говорила, что пора в палеотиве проводить какую-то доказательную медицину. Поэтому вот мы за этот год сделали это. На следующий год мы запланировали, я не знаю, что из этого получится, но опять мы берем системное воспаление и смотрим водно-электролитный баланс. То есть для того, чтобы понять, а с чего-то начать, какая-то пусковая точка. Итак, мы занимаемся методологией, то есть для того, чтобы понять, какой шаг сделать первым, для того, чтобы врач, который особенно начинает только-только врачевать в палеотивной медицине. Поэтому я хочу вам сказать, что не онкология. У нас есть база, есть поддержка руководства, есть, мало того, материальная база. У нас куплено достаточно много аппаратуры для этого, осмометры, кардиомониторы. То есть у нас есть эта возможность, знаете. Поэтому вот следующий шаг – это вот работа. Поэтому мы работаем в этом направлении очень активно. Ну, вот в этом плане мы и смотрим на институты, которые могут помочь нам в плане исследования. Потому что в рутине мы это не можем сделать. У нас нет лабораторной диагностики. А вы помогаете на палеотивной медицине, тем более ставите вопрос о специальности по палеотивам. Пока мы не будем иметь специальности, нам, наверное, мало что удастся сделать. И вот как раз психологический аспект. Это у нас Андрей Владимирович, пожалуйста, профессор Гнездилов. А, еще? Я просто в плане того, что как раз это не противоречит тому, что коллега сказал, о том, что должно быть единый научно-методический центр для проведения подобного рода исследований. Ну, понятно, как бы, то, о чем вы говорили, собственно говоря, не противоречит тому, что нет единых стандартов. То, что вы делаете, в принципе, можно назвать разработкой клинических рекомендаций. Но об этом я и говорил, собственно. Спасибо. Андрей Владимирович Гнездилов. О качестве жизни. Это человек, который стоял у истока в образовании первого хосписа в России и в Санкт-Петербурге. Хоспис номер один, который находится в поселке Лахта. Верой и правдой служит этой идеей. Помогает очень пациентам. И спасибо, что Андрей Владимирович сегодня. Я думаю, что все рады, что он к нам сегодня приехал. И имеем мы возможность услышать сегодня Андрея Владимировича. Спасибо большое за представление. Хотя мне кажется, что я как соловей, прилетевший в какой-то серьезный класс, где разбирают математику и так далее. Но я хочу начать с того, что то, что вы предлагаете, это действительно достаточно разумно. Когда поставить во главе вновь организующейся дисциплины, какова является палеотивная медицина, поставить лицо заинтересованное. Вот я вспоминаю, что когда мы открывали хоспис, то мы искали, как ни странно, не умных людей, а добрых. Вот эта доброта, которая может быть в человеке, она угадывает многие желания, подсознательные стремления людей. И так же, как в оркестре, дирижер подбирает под себя оркестр. Нужно найти дирижера, причем не предъявлять ему требования знать то-то, 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 а видеть его какие-то потенциалы. И тем более, что здесь все связано. Мы говорим о боли, а существует еще же, так сказать, страх перед смертью. Хотя потребность удовлетворительно успокоить боль, она выше, чем потребность быть утешенным, что человек не умрет или не умрет. Дело в том, что действительно боль является сосредоточением очень многих вещей. И, кстати сказать, она является одной из причин самоубийств, суицидов. Мало кто обращает внимание, что у нас очень много самоубийств, которые протекают анонимно. Я сейчас поясню эти слова. Дело в том, что многие больные, которые отчаялись в своем выздоровлении, они прибегают к суициду. Причем, когда они совершают это, то никто не поднимает шум в этом плане, что ни врачи, ни родственники, они не заинтересованы в том, что были скандалы какие-то. И люди как бы уходят из жизни. Причем это не обязательно какой-то серьезный суицид. Ну, я имею в виду брутальный. Не обязательно повешение, не облучение, не обязательно попринятие каких-то препаратов. Суициды вызываются. Суицидные мысли есть почти у каждого из людей, заболевших. И это, к сожалению, имеет тенденцию к распространению. Связано это с тем, что люди, которые узнали о своем диагнозе и прогнозе, они поняли, что найти выход очень сложно. Ожидать смерти тоже сложно. Но среди них появляются так называемые пассивные суициденты. То есть, которые не прыгнут на рельсы, но они будут переходить улицу, не глядя по сторонам. То есть, люди, которые ищут возможности, когда судьба могла бы свести с ними счеты. И, конечно, очень сложно, чтобы больной проговорился о своих намерениях. Но мне приходилось сталкиваться с людьми, которые отказывались от еды. И вот эта анорексия, которая, может быть, связана с раковой кохексией, она имеет место быть. Я думаю, что вот этот процесс, то есть моменты самоубийства, иногда в них приходится заставлять признаваться родственников. Иногда сами больные говорят с такой убедительностью, что ты можешь отступить. Вы все знаете, как мы относимся к аутаназии, что это отрицательное. Но когда разговариваешь с больными, например, с больной, у которой переломно бедро, вторичный перелом, и я спрашиваю, что вы понимаете, что вы не отказываетесь от еды и от питья, ведь это чревато тем, что вас примут за психически больного. Больная смотрит с глазами полными слез и говорит, доктор, а вы даете гарантию, что у меня когда-нибудь зарастет этот перелом или срастется? И когда ты понимаешь, что солгать тут невозможно, я говорю, что нет, она говорит, тогда не мешайте мне делать то, что я делаю. Вот такие отчаянные положения в палиативной медицине. Но мне кажется, что обилие назначения, обилие успеха, может быть, какого-то временного и так далее, оно не искупает тех страданий, которые испытывают больные. Ведь меняются взаимоотношения в семье, меняются взаимоотношения на службе. Когда человек только что работал, буквально через месяц-другой он оказывается на койке или инвалидом, и все меняется, а человеческая психика изменяется не так быстро, не так серьезно. И вот здесь, наверное, проблема в большем. Не то, что мы утешим человека, дадим ему какие-то надежды, даже на существование какого-то иного мира, в который человек может перейти. Здесь какая-то более глобальная должна быть разговора. Вот я очень рад, что с нами присутствует Алексей Александрович, который стал священником, пройдя опыт врачебный. Мне кажется, что вот это духовное начало, которым мы все должны заниматься, духовное начало. А что такое духовное? Как это заниматься духовной практикой или духовными какими-то делами? Читать молитвы? Нет. Это мало. Молитвы бывают различного типа. Поэтому тут отдаться только молитве невозможно. Здесь должна быть какая-то, ну, я не хочу сказать, система, но, может быть, близко к этому понятию, к понятию системы. Заметьте, что вот мы очень много внимания обращали на то, как рассказать больному правду о диагнозе. Мы говорили о том, что врач должен найти время, врач должен найти место, где бы его не тревожили и больного не тревожили. Узнать, когда удобно больному, так сказать, давать ту или иную информацию и говорить на серьезнейшие темы. Ну, вот это все, так сказать, казалось незыблемым и очень удачным. Но проходит время, и мы в какой-то степени разочаровываемся в этом. Ну что, вот сегодня я разговаривал с больным, и он сказал, что да, доктор, я понимаю, что я должен умереть, и я должен подготовиться к этому. На завтра вы встречаетесь этого больного. Он подходит к тебе и как ни в чем не баланс спрашивает, доктор, а когда вы мне назначение сделаете новое? То есть, понимаете, психика достаточно лоббильна, чтобы что-то принимать, что-то отрицать. И вот в этих условиях важна единая система разговора. Так, чтобы информация не проникала к больному, не проверенной и не санкционированной врачом-онкологом и врачом-психотерапевтом. Это единое поле информации, на которое не может посягнуть ни родственник больного, ни кто-то из врачей. Это должна быть какая-то определенная точность. Тем более, что это не такое обширное число людей распространяется. Вот проблемы, с которыми можно столкнуться и отступить, или совершить какой-то отсчет, завершить. Но заметьте, что вот у нас сейчас множество людей, которым предлагались какие-то места, они отказывались. Почему? Идет выгорание. То есть несоответствие той нагрузки, на которую на себя взяли люди, и того количества людей, которых они обязаны опекать и помогать им. Вот какая-то нераспределенность ролей, она играет не самую лучшую роль. Тем более, что, как нам когда-то говорили, столб может служить различным целям. Он может светить, на него можно вешать какую-то одежду, объявления и тому подобное. Но прежде всего он должен служить своему первичному назначению, быть светом для тех, кто попадает в ночные условия. Вот мне кажется, здесь, поскольку палеоативная медицина, вообще термин довольно странный, согласитесь, что во многих случаях мы не знаем, что это такое. Каждый толкует по-своему и так, как ему нужно. И когда ты видишь, что больные поступают на такое короткое время в хоспис, когда невозможно успеть проговорить с ним, просто познакомиться даже. Ведь для первого знакомства, для контакта с больным, да и со здоровым, нужно не менее 40 минут. А где у нас, при том, когда 6 больных в сутки умирает, где мы можем взять время для беседы с больным, для убеждения его. Вот это нужно как-то, мне кажется, учесть и продумать. И что еще хотел сказать, вот, конечно, мне больно говорить о некоторых вещах, которые появляются в хосписной службе, когда благодаря усилиям чиновников у нас вместо собак и кошек появляются инфекционисты. В то время как эмоциональную, так сказать, помощь могут дать именно домашние животные, к которым люди относятся к ним. И в любой момент у животного хватит эмоций, чтобы как-то облегчить больному состояние. Ну, и в этом же плане хотелось бы сказать, что старый персонал хосписа сменился почти весь. Новый персонал, он как-то работает по-своему. Да, они четкие, они исполнительные, но им не хватает вот этого добра, о котором писал Толстой в Иван Иванович, смерть Ивана Ильича не хватает. Те того отношения, которые Достоевский испытывал к людям умирающим. Мне кажется, что вот здесь немножко лирики, может быть, допустить, или, по крайней мере, не быть столь требовательным, пока не организуется постоянное звено. А звено действительно есть. Вот даже те сёстры милосердия, которые пришли вместе с сестричеством, они принесли, внесли какую-то ноту новую, свежую. Они добры, они просты, и, в общем-то, с глубокими рассуждениями они не жалуют. Но вот это сочувствие, когда они бросаются к больному и начинают утешать, дуть на то место, где болит, и вести себя, как родители с детьми. Но, понимаете, человек, который попадает в тяжёлое состояние психическое, связанное с тем, что неизлечимая болезнь, и ещё неизвестно, какая она, и заставляет развиваться канцерофобии среди раковых больных. Это парадокс, но, тем не менее, это так. Так вот, мне казалось, что использование вот этого потенциала, может быть, какой-то более расширенная возможность впускать волонтёров на нашу почву, вот это, мне кажется, было бы очень кстати. Между прочим, в Англии там большинство обслуживаний производится волонтёрами, не с медсёстрами. На каждого больного, полагаю, там рассредотачивается несколько студентов, которые помогают ему делать то или иное дело. Я боюсь, что я злоупотребляю вашим вниманием. Спасибо большое, Владимир Владимирович. И плавно мы раз говорим уже о духовной поддержке в нашей студии. Диана Владимировна, скажите, пожалуйста, вы ещё располагаете время? Диана Владимировна самолёт. Да, я не потому что что-то и самолёт. Вы простите, огромное спасибо, Андрей Владимирович, за вот каждое слово, каждая эмоция, каждый вдох. Ну, в общем, я, Андрей Владимирович, слышу, слушаю вас и очень вас люблю. Спасибо, что вы есть. Спасибо вам всем огромное. И очень хорошо, что мы слышим то, что мы слышим. Я с большим уважением. И простите меня, пожалуйста, если вы разрешите. Алексей Михайлович, можно я? Да, через полтора часа. Да. Спасибо большое, Диана Владимировна, что вы присутствовали на нашей конференции. Всего доброго. Удачи, удачного полёта. А мы продолжим. Говоря о духовной поддержке, о духовной помощи, мы, конечно, без этого в палеотерапевной медицине вообще невозможно существовать. А учитывая, что у нас находятся люди разных конфессий, мы работаем со всеми служителями церкви, мечетей, и все, кто только может помочь нашим пациентам, мы всегда работаем рука об руку. И большую помощь нам оказывает Санкт-Петербургская епархия. И детский хоспис первый, который под эгидой епархии нашей открыт. И люди, которые работают, священнослужители, которые работают с нашими практически во всех хосписах нашего города, даже выезжая на дом. И разрешите вам представить отца Алексия, который является главой координационного центра по работе с сёстрами милосердия при нашей петербургской епархии. Добрый день, спасибо за представление. Действительно, я передаю вам всем поздравления и слова приветствия от священачаля нашей епархии, нашего отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Да, действительно, как и сказал Андрей Владимирович, я до того, как принять САН, 17 лет, 16 лет проработал в хосписе номер один. И долгое время вместе с садом Андреем Владимировичем тоже трудились. И если я не ошибаюсь, Черчилль сказал, что тот, кто не знает свою историю, то у того нет своего будущего. И вот если мы сейчас говорим о паллиативной помощи, о помощи людям смертельно больным, безнадёжно больным, то, конечно же, я думаю, что стоит вообще вспомнить об истоках такого служения, служения именно таким людям. А в первую очередь, конечно же, с формированием христианства в мировой истории и формируется именно институт такого милосердного служения. Я думаю, что многие вы знаете, это, конечно же, и ордена крестоносцев, госпитальеры и аниты, которые устраивали госпиталя по пути паломничества верующих на Святую Землю и оказывали помощь раненым, а порой даже и умирающим паломникам. В более поздние периоды времени, это, конечно же, с формированием сестричеств такого известного пастыря католического, как Винсенте Поль, уже в XVI веке формируется община с тюрьмой милосердия, которая с целью своего служения ставит именно помощь, в том числе и больным людям, болящим людям. Ну и сами по себе хосписы, вы прекрасно тоже, наверное, знаете, с историей хосписного движения знакомы, что они стали формироваться аж в начале XIX века. В 1842 году в Нидерландах первое такое было заведение открыто по оказанию умирающим больным от рака, потом в Лионе в 1875 году. И сама Сесилия Сандерс, которая является, скажем так, основателем хосписного движения, вот такого сформировавшегося, она пришла работать медсестрой в хосписе Тагалуки в Великобритании, где до этого времени уже были открыты несколько таких вот учреждений. То есть я к чему говорю? Я говорю о том, что такое вот служение, оно неотрывно связано с служением церковным. И в основе это лежало именно такой стержень христианской нравственности. Конечно же, гладить и дуть на болячку, как сказал Дарья Ильич, это очень хорошо, но без медицинской помощи мы не купируем болевой синдром, не снимем токсикацию. И, конечно же, пациенту легче не будет. Но при всем при том, мы назначаем терапию, порой даже очень адекватную, уходим домой, и больной остается один в палате. Остается один в палате, санитарочки бегают, подмывают, медсестры бегают, делают назначение, раздают таблетки, и в итоге больной остается сам собой. И вот здесь вот действительно необходимо задуматься о необходимости вот именно духовной поддержки, духовном окормлении этих людей. И вот действительно паллиативная помощь, она, как вы все знаете, складывается. Это не только медицинская сопровождающая, это и социальная поддержка, психологическая и духовная. И вот на мой взгляд, духовная составляющая, она представляет, наверное, почти 50%. Потому что я думаю, что не секрет, и больные многие с раковым заболеванием без болевого синдрома проходят. Это слабость, интоксикация раковая и так далее, и тому подобное. А вот остаться самим собой, размыслить о смерти, это бывает очень тяжело и страшно. И, конечно же, наши сестры милосердия, достаточно служители нашей епархии, они помогают, они окормляют, поддерживают. И самое, если коснуться синдрома выгорания, действительно есть такой синдром выгорания, и вы тоже о нем слышали, 5 лет работы в таких заведениях, видеть смерть, очень часто бывает эмоциональное истощение, и рекомендуется поменять место работы. В нашем хосписе проводились исследования, Андрей Владимирович лет, наверное, если не ошибаюсь, 8 или 7 назад в хосписе проводили такое исследование по выгоранию всего персонала хосписа. И у нас в то время уже работали глубоко верующие люди, процентов 30. И вот у этих людей, которые, верующих людей, и которые проработали более 5 лет, не было следов всем домом выгорания. Вот Андрей Владимирович так удивлялся, радовался этому, и мы тоже этому очень радовались. Вот. Ну, а если вернуться к духовному окормлению, конечно, уже у нас трудится и сострия милосердия. Я к своему удивлению и к стыду узнал, что у нас, оказывается, в общероссийском реестре занятий есть такая специальность, как медицинская сестра милосердия и младшая сестра милосердия. Но сомневаюсь, что в каком-то учреждении есть должностных. Да, нету такой специальности есть. У нас есть школа сестра милосердия, где мы удаем дипломы епархиального образца. У нас есть при первом хосписе школа сестра милосердия 9-месячные курсы. Сейчас мы открываем такую же школу сестра милосердия при медицинском колледже имени Бехтерева. И сейчас мы ведем работу с другими медицинскими колледжами и училищами, чтобы на их базе в любом формате можно было преподавать духовные основы милосердия, чтобы уже сестры упускались не только медицинскими сестрами, но и медицинскими сестрами милосердия. Поэтому, конечно же, духовная составляющая, нельзя ее умолять, а наоборот, надо помнить о том, что она очень важна. Спасибо большое. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, если у вас какие-то есть вопросы, пожелания, пожалуйста, пока пользуйтесь аудиторией, которая присутствует. Дело в том, что действительно палеотивную помощь очень активно мы поднимаем в нашей стране. Вот только лично я за последние три недели участвовала в четырех конференциях в разных регионах страны, даже в Минске у нас была конференция. Все посвящено палеотиву. То есть внимание колоссальное. Поэтому, да, работы предстоит очень много. И мы, если мы будем вместе, мы можем что-то сделать. Если мы будем поодиночке бороться, мы ничего не сделаем. Поэтому я очень благодарна всем, кто присутствует здесь. И если есть вопросы, задайте, пожалуйста. Да, да. Да, да. Александр Бочаров. Подождите, подождите. Александр Бочаров, заместитель и руководитель общественной организации содействия больным с саркомой. Но я здесь хотел бы говорить сейчас не от лица, а представителя благотворительной организации общественной, а от лица самого пациента и ухаживающего за пациентом. Такая как сам пациент онкологический у меня с саркома, в 2005 году была диагностирована. Я был на палеотивной схеме лечения с 2008 по 2010. Тоже большая такая история, с четвертой стадии, с остатками в легкие. Плюс у меня еще супруга болела. К сожалению, уже почила. Хотел сказать, что, ну, так как у нас последняя беседа была о духовной поддержке, и хотел бы ее продолжать просто. Действительно, очень духовная поддержка, она даже занимает, наверное, большую часть помощи этим пациентам. Потому что пациент в этот момент должен понять смысл его своего страдания. Для чего это? Почему он это так? Пациент, даже когда он начинает сталкиваться с болезнью, он уже задает себе вопрос, почему, зачем мне. Но на него он не найдет ответа. И, в принципе, на него нет ответа. Но как-то направить его и в каком ключе это рассматривать эти вопросы, да, то есть свою жизнь оставшуюся там или, ну, даже, может быть, более продолжительной с этого момента, как раз помогает ему духовное окормление. Здесь после этого пациент просто меняется на глазах, он уже по-другому общается с врачами, он по-другому общается с близкими, он по-другому ведет себя в болезни, он уже внимательнее слушает, он уже просто живет и радуется. То есть вы за то, чтобы эта духовная поддержка всегда была рядом? Ну, я думаю, что я думаю, что это очень много тем затронуто, и мне хочется о всех каждый комментарий дать, но я не буду много задерживать, постараюсь максимально кратким быть. По поводу медицинской такой поддержки, составляющей, что у нас пациент, когда отправляют на палеотиф, он просто забывается, он в никуда уходит. И нет того врача, который может ему помочь, как-то скоординировать его действия. Ну, как бы не буду скрывать, что, простите, доктора, но мне иногда приходится самому назначение давать пациентам, потому что нет того врача, или как бы я сам консультируюсь заочно с врачом, рассказываю ему подробно эту историю этого пациента, или его как-то связывают с этим. Но вот нет врача. Вот Диана Владимировна ушла, но я хотел бы ей выразить благодарность. Я хочу сказать, такой врач есть. Да. Но он не выполняет своих функций. Вообще за пациента, проживающего на территории по какому-то адресу, отвечает его родной участковый врач. И раньше я работала участковым врачом, я координировала все движения своего пациента, и он опять возвращался. К сожалению, эти связи разорваны. И даст что-нибудь ли нам создание кабинета палеотиферной медицины, мы будем надеяться, что даст, а может быть и нет. Поэтому здесь эта еще система требует доработки. И вы правы, нет человека-координатора, и наши больные просто тонут в болоте непонимания. Да, действительно, вот здесь вот нас часто консультируют врачи Первомосковского хосписа, да, то есть мы больных сразу напрямую связываем, они дистанционно как-то очень нам помогают в этом направлении. Также они могут напрямую общаться с тем терапевтом, который, и давайте ему консультативную какую-то помощь оказывать. Вот здесь вот очень важно, может быть, как-то так и наладить ее координацию, вот, и в этом направлении подумать. Спасибо большое. Я как пациент пациента вас очень хорошо понимаю. Еще будут вопросы? Николай Петрович, может, вы в заключение? С Александром давно знакомы, поэтому он хорошо подвел, на самом деле, итог. Может, не так часто мы с Сашей вместе в каких-то мероприятиях участвуем, но он действительно удивительный человек, ему есть, что сказать, и опыт у него огромный. Вот, но мы видим, что те проблемы, которые здесь обозначили, они действительно есть, как бы, и есть воля к их решению. Будем надеяться, что все-таки, так сказать, те наши пациентские объединения, которые сегодня здесь представлены, они будут услышаны, пожелания, как бы. Мы же, на самом деле, пациентские организации, у нас еще будет отдельная секция, это не самое главное, как бы, это организации, которые, они являются инструментом обратной связи. Да, и потому что вот эта вот вся работа, которая организуется, в том числе по написанию клинических рекомендаций, это медицинская часть пациента, туда не могут, так сказать, погружаться. Но определенные вопросы качества жизни, удобства, да, чтобы понимать, как это удобно пациенту, вот мы для этого, собственно говоря, и должны давать свою обратную связь, и всегда это делали и будем делать. Вот, на самом деле, как бы, ну, наверное, подводя итог, хотя мы сегодня уже говорили о том, что все-таки то тоже движение против рака, которое я представляю, и коллеги мои сегодня не дадут мне соврать, мы все-таки настроены на более оптимистичный, так сказать, лад, потому что, к счастью, терапевтическая, современная онкология, скажем, как в части научной, так и в области клинической практики совершила огромные достижения за последние годы, поэтому мы настроены, по большому счету, оптимистично, вот, поэтому давайте будем уверены в том, что все-таки, так сказать, нам и нашим близким паллиативной помощи не понадобится, чего я всем, собственно говоря, желаю, вот, но то будет доступной, доступной и качественной, да, потому что для пациента, как бы, вот, по большому счету, все равно для нас важно, чтобы медицинская помощь была доступная, качественная, безопасная и вовремя, да, и кто ее оказывает, за счет, за чей счет у нас много есть, там, организационных вопросов, и сегодня еще будут обсуждаться вопросы, так сказать, администрирования специализированной помощи, но для пациента эти вопросы вторичны, казалось бы, да, мы уделяем им внимание, мы говорим и здесь свое веское слово, но для нас важно вот это вот удобство и уверенность в том, что помощь будет. Уважаемые коллеги, спасибо за терпение, спасибо, что вы с нами, и у нас обратная связь существует, и мы надеемся на сотрудничество, телефоны есть, хоспис, любой хоспис консультации и развитие паллиативной медицины, она все-таки имеет право на жизнь, и я думаю, что мы будем продолжать, не будем, а мы будем продолжать это движение. Спасибо всем присутствующим, спасибо большое, Отец Алексий. Андрей Владимирович, вам отдельное спасибо. Спасибо.